собираюсь на охоту и хочу немного ответить на вопросы которые мне часто задают в комментариях ну во первых какими пользуешься патронами патроны в основном не знаю мне без разницы какие патроны обычно я захожу в магазин и говорю чтобы но какую-то пулю потяжелее меня 308 сайга обычно сейчас ее ношу почему в основном сейчас использую сайгу на охоте потому что на нее можно поставить любой прицел и коллиматор и загонник и без прицела можно охотиться и фонарь можно на нее поставить многофункциональное оружие поэтому в основном сейчас как-то часто его хотя иногда как бы душой честно хочется с двухстволкой походить но иногда я беру ее а так патроны не нет у меня какой-то определенной марки патронов просто вот увидел в магазине прихожу обычно магазины говорю дайте ребят патронами кинуть ну не самые дешевые более-менее нормально что вы были сейчас вот в свое время на года полтора еще назад купил побольше зашел и купил побольше патронов вот здесь вот селлер белот какие-то 11 7 грамм полуоболочка патроны выглядели вот так вот так вот выглядит патрон не принципиально мне просто потяжелее полуоболочка и потяжелее пулю беру и давно уже использовали но не подводили меня эти патроны нормально используется не застревают хорошие хорошо стреляют нормально здесь немного разложил сегодня для вас то что использую с собой на охоте всегда ношу в рюкзаке ну понятно что это рюкзак рация также к рюкзаку мне прикреплена прикреплен нож прям здесь если надо он просто снимается у меня его под правой рукой всегда удобно нигде его не таская ни на поясе дополнительно не прикрепляя он у меня всегда на рюкзаке но понятно навигатор навигатор у меня здесь навигаторе ножик маленький ну и здесь запасные батарейки обычно для навигатора использую ношу так что мне тут с собой котелок кружка котелок здесь у меня чай с сахар соль в этой кружке но обычно использую ее когда там с собой термос не взял или где-то на костре просто вскипятить воды и попить чая чайные пакетики с собой даже кофе есть с собой ношу ничего не весит рюкзаке болтается и ладно так термос термос обычно с собой тоже наливая с утра ими его до вечера хватает обычно чтобы не кипятить времени тратить обычно у меня с собой термос но если термос не беру обычно даже дело не доходит до кипячения если на один день где-то уезжаешь то это так больше на случай когда наверно придется с ночевой остаться в лесу вот эта штука перга пчелиная перга как-то поел один раз я был полный у меня вообще ее вот ношу это что-то вроде как шоколадки с собой что-то вот такое чтобы поднять глюкозу бывают такие моменты когда сильно набегаешься и бывает ну просто организма нужно что-то вот закинуть чтобы появились силы просто было силы пропадут и обязательно нужно что-то съесть даже бывает руки затрясутся бывает ноги затрясутся когда много ходишь влаги может быть много теряешь но и надо глюкозу пополнить и вот что-то сейчас последнее время осталось позже раньше у меня с собой был фарш сушеный тоже такая штука хорошая в рот его закинул и ну сразу силы прибавлялись и вот пчелиная перга тоже классная штука вот ее много ее нельзя но горсть закинул в рот и растаяла и такая немного кисло-сладкая но очень вкусная питательная и отношу ее с собой не раз она мне выручала особенно когда добудешь что-нибудь вытаскиваешь и вот идешь сил уже все сил нет вроде немного осталось но вот сядешь и все вставать не хочется или ноги начнут сводить еще что-нибудь вот эту штуку посидел просто отдохнул несколько там порции небольших перги пчелиный съел и прям чувствуется как силы сразу же прибавляются и охота дальше раз пошел обязательно что должно быть собой такое в рюкзаке когда за на целый день куда-то идешь уходишь с собой не всегда еды там набираешь в рюкзак обычно еда там даже если купила еду она в машине остается и ты ее с собой не берешь собаки заработали а рюкзак схватил и побежал когда ты вернешься это бывало и ночью и бывало и под утро возвращался ну вот такая какая-то штука либо если нет допустим пчели напереди собой обязательно там шоколадка сникерская всегда в рюкзаке должна быть вот на такие случаи если много ходите сумки здесь у меня это поджопник обычный на всякий случай тоже его ношу с собой где-то посидеть легкий тоненький он ну хватает мне и собачьи плотки обязательно когда допустим зверя да был нужен собак привязать можно конечно веревки но собаки у меня некоторые собаки не кусают а некоторые перекусывают веревки поэтому у меня вот спросик я сам сделал такие плотки перчатки с собой запасные тоже ношу сейчас последнее время почему-то руки мерзнут зимой раньше руки вообще не мерзли сейчас последнее время видимо где-то подморозил что руки мерзнут зимой поэтому обязательно перчатки вот собой такие теплые все тоже не раз меня выручали классные перчатки хоть в воде хоть сырости хочешь снегу нормально помой здесь для собак больше когда охота на медведя на кабана бывает что ранится кабан в основном на кабана когда кабан ранит собаку взял сами фиксирующиеся бинты размотал собаку можно хоть все тело обмотать хоть ногу замотать чтобы буквально доехать дома довести до лечебницы собак вот такие два бинта сами фиксирующихся то ношу обязательно с собой ну понятно что здесь у меня веревка здесь у меня но камеру с собой ношу запасная шапка запасная шапка мне обычно никогда не пригождалась но обычно я в нее ложу вот фонарик допустим не положу и камеру в нее ложу ну чтобы не сломать кстати вот этот фонарь приобрел я по совету сергея бутакова потом два мне ну не мне вообще два фона фонаря мимо понравились он говорит про два фонаря этого себе заказал два таких фонаря потому что постоянно с фонарями там маяться что-то мне тоже не подходило все в самый нужный ответственный момент они постоянно не работали ну вот он рекламировал эти феникс фонари я себе заказал 2 тот не не зашел фонаря именно вот такого формата зашел фонарь классно работать ни разу у меня не сел в лесу заряжая его не часто заряжаю там раза два-три выхода ночных и ставлю его на зарядку бывает и каждый раз ставлю на зарядку то есть тот те момент тот период времени пока когда я не забываю его заряжать то есть мне хватает никогда он мне не садился в лесу ничего кстати с этим фонарем ребята уже вот только благодаря при помощи этого фонаря ну и собак конечно добыл одного медведя этой осенью медведь не крупный был но тем не менее безо всяких прицелов без безо всего просто с сайгой с пустой сайгой с обычным прицелом и вот с этим фонарем добыл медведя серёга тебе кстати спасибо за такую фонарь нормальный и реклама микро безрайнестом это феникс и не феникс и я знаю что сто процентов есть тоже фонари не хуже но я взял и мне понравилось единственное неважно какой фонарь на голове сделал небольшую ошибку когда тоже подходил к медведю ночью обычно же фонарь у вас просто так на голове допустим и выходите он вас допустим лучом светит куда-то все я подхожу главное медведю ночью все у меня руках карабин собаки работают подхожу к медведю и понимаю что вижу момент когда можно выстрелить уже и вскидываюсь получается стрелять у меня а так вот чтобы обидно было скидываюсь лучшего туда свет я допустим скидываюсь стрелять и не вижу медведя то есть это головой кручу кручу чтоб не направить совместить цели к мушку и фонарь и и ну пропадает тот момент когда можно выстрелить медведь раз просто ныгнул и опять тут возня какая-то с собаками идет я такой понимаю что миника сделал фонарь бог то сделал фонарь маленько в бок чтобы он бог светил на левый глаз и прицелился смотрю а так еще маленько еще немножко подвину фонарь влево все то есть настроил фонарь так чтобы когда я целюсь он совпадал у меня светил туда куда я целюсь и получилось что он видите светит не прямо как нужно ходить а в бок и все медведь отбежал там сколько-то допустим метров 200 и а именно вот так вот как сделал фонарь так и шел голову маленько влево такой подхожу к медведю и все и уже потом момент подошел смотрю собаки его уже молодой медведь собаке мы вообще ходу не дали это был дым не емал две собаки ходу не дали все смотрю уже него там дербанить начали подкусывать и все его остановили он куда-то жопу прижал в яму в какую-то и сидит уже на месте я просто подошел прицелился и все уже у меня фонарь светит ровно туда куда я целюсь и произвел выстрел добыл медведя поэтому когда ночью подходите не с какими там прицелами ночного видения когда ночью подходишь к медведю лучше вообще их не использовать потому что если медведь побежал на вас прицелиться в прицел ночного видения или в тепловизионный прицел очень сложно лучше всего это ночью если открытый прицел и фонарик ну для меня по крайней мере потому что идешь просто у тебя все равно фонарь можно и больше сделать можно меньше это фонарь вообще светит у него несколько режимов очень ярко светит и широкий есть режим и ночной режим и можно даже подойти с ним я даже подошел с ними добыл медведя классный фонарь ну и надежно надежно может быть вот эти провода как-то надежно не надежно я в любом случае когда его ношу аккуратно стараюсь складывать эти провода вот таким вот образом и убираю все это в перчатку еще дополнительно либо в шапку так делал заматываю и убираю потому что если его так постоянно там конечно провода могут изломаться или перетереться кстати по сапогам по сапогами тоже задавали вопрос какие там используешь сапоги вообще я использую сапоги меня два вида обуви до выше нуля и ниже 0 выше 0 это обычные резиновые сапоги но кому какие нравится я вот мне понравились я увидел магазине вот такие какие-то сапоги ну хорошо сидят на ноге много в них исходил и по камням и по всему уже несколько сезонов мне кажется не хожу и они в принципе как новые в принципе резиновые сапоги это понятно там на вкус и цветка говорится товарищи нет любые взяли и все и ниже 0 это у меня его сапоги используя его обувь сапоги именно единственное конечно в чем у них плюс это стоимость стоимость невысокая там 34 тысячи можно купить там найти до 5000 в общем в любом случае можно найти все такие сапоги единственное что чем у них минус в том что сучками рвутся сапоги эти сучками рвутся ну вот вот этот сапог у меня порвался вот здесь вот в этом месте очень сильно порвался зацепил сучком и у меня прям такой треугольник выскочил сюда то есть разрыв был вот так и вот так вот то есть все сапоги непригодны понятно что там охоту доходишь в них но в любом случае час нога будет сырая и все и вот увидел в ю тубе один человек обычным клеевым термопистолетом заклеила его обувь и говорит что это хорошо я сначала как-то скептически к этому отнесся но потом что-то жалко сапоги выкидывать а ужин у меня что-то она там чем что-то клеила этим клеевым пистолетом и гудай-ка мне попробую заклеить но обезжирил понятно бензином обычным обезжирил полил побрызгал бензином галоши обезжирил ну и потом небольшими маленькими порциями нанес потому что если сразу большими порциями наносишь изводит обувь изводит это место и вот этот угол у меня сначала выпирал сюда я его сначала небольшую порцию нанес клея придержал там клей засох и потом маленькими порциями вот так вот добил заклеил и было это еще наверно весной и вот весну и почти всю осень отходил и не отпала не отпала достаточно эластичная мягкая нормально держится я думаю что еще долго отхожу в них больше никаких никакую обувь не использую ни ботинки не берцы но потому что сапоги и сапоги и не знаю я хожу я постоянно в воду где-нибудь захожу даже летом или там когда тепло ты ходишь и все равно я предпочитаю резиновые сапоги